быть настоящим как вы еще рассказали настоящим каким еще искренним искренним и свободным да свободным обязательно потому что иначе если ты хоть какие-то рамки не свободы есть да какие-то флажки какие-то границы я не знаю как вы его или наши слушатели хотел сказать по старой памяти наши зрители вот но у меня есть ужасная черта мне когда анатолий николаевич приходит это наш хочу это наш режиссер педагог наш художественный руководитель нашего театра черный квадрат анатолий не елов приходит и говорит в зале там министр например министр культуры а еще это певица там какая-то известная и еще там какой-то политик поэтому я тебя умоляю без мата а у меня в этом спектакле не было мата не было изначально но зачем он мне это сказал вот где-то на подсознательном уровне видимо что-то произошло и я никогда в жизни в этом месте не говорил мат она бац и вырвалась клянусь тебе не специально конечно половина в театре решила этим воспользоваться и не елу потом капала на мозг что это он специально это вы его предупредили а он хотел показать насколько он независимый и так далее нет это было не специально просто не надо было мне говорить что нельзя сегодня материться ну потому что нельзя это плохое это видимо отголоски всем родам из детства это отголоски когда нельзя а ребенок же всегда лезет туда куда нельзя берет то что мама сказала не трогать и так далее и так далее но во всяком случае мальчики во всяком случае настоящий мальчик будущий настоящий мужчины вот я всегда хотел доказать что мне можно так нельзя а мне можно ну в театре черный квадратовый ведущий актер и наверное потому вам театрит и можно да да позволяется и прощается вот но я не злоупотребляю я ценю это честно клянусь то есть понимая что мне многое прощается и многое папа позволительно я это ценю и не злоупотребляю алексей поэтому вы не приняли ни одно из предложений уйти в другой театр были предложения в москву уехать на сколько я знаю еще до этих событий до до войны и так далее бы было предложение вот конечно она не подкреплялась никакими гарантиями вот может быть это меня немножко остановило но главная мысль не этого я всегда повторяю за цезарем лучше быть первым в галлии чем вторым в риме для меня главное быть первым не потому что второе это всегда место неудачников да еще и обидное место ведь второй это очень обидно помнишь как фильме значит влюблен по собственному желанию он напивался потому что он приходил второй то есть он показывал хорошие результаты но второе он говорит это самое обидное потому что тебе чуть-чуть не хватило чтобы быть первым а вот а мне кажется что в творчестве да конечно надо стремиться быть первым но не бояться второго места александр прихаянский он сидел на последнем ряду ему тоже хотелось хулиганить ему тоже хотелось себя проявлять ему тоже хотелось срывать уроки он не мог себе позволить позволить потому что у него был отец у меня не было вот мама правда пыталась когда женщина одна растит ребенка она обычно пытается сразу две функции матери и функция отца вот и у моей матери это получался очень нервно и очень так сколько то есть она могла в определенный момент когда она сделалась для нее не существовало даже не разговаривала что я ее она могла меня сковородка стучать вот попадется и сбить меня вот и потом уже в следующую секунду тоже через день включалась другая функция нет так изобрет и потом муженький сыночек мой и плачет вместе со мной вот основразия в ее жизни уносил а вот и а у него был отец у Саши поэтому ему не позволялось значит потому что у него был такой не дай бог двоечка но он учился очень хорошо но он тоже хотел булиганить потому что он так сидел был урок математики вот у нас была математика она такая была не та которая меня выводила другая появилась чуть позже она была очень нервная она говорила примерно так вот у нее когда ее доводили она примерно так так все два стал вышел стал вышел все курил как два все стал вышел пусть даже это сделал кто-то другой все да конечно надо стремиться быть первым но не бояться второго места вообще второе место это прекрасное место потому что во-первых впереди тебя это как в спорте бежит кто-то кого ты пытаешься обогнать он задает темпы это уже хорошо раз во вторых ну я когда в молодости был в юности скажем так неудобный такой момент я рос на сталинке это было лихие 90 и в общем то мои друзья мои товарищи занимались чем мы только не занимались вот неважно я очень любил всегда второе место я вот как в классе был всегда вторым у нас был лидер и был его друг это второе место значит это замечательно потому что с одной стороны никакой ответственности когда вас хапают потому что вон лидер он виноват с него и справа пойти я сейчас шучу конечно никто не указывал но всегда спрашивается с лидера вот то есть ответственности никакой а обязанности те же я такой серый кардинал вот мне кажется что и в театре Анатолий Николаевич позволяет мне быть вторым всего лишь позволяет потому что конечно же естественно он первый и я не стремлюсь занять его место и дай бог ему здоровья сложно если честно назвать курилка в черном квадрате серым кардиналом но видимо так меня обзывают гады да это все интриги наклепы и клевета и не знаю зависть ну кааааа Продолжение следует...